Мы Рита бизнес-тренер, Иванов работчик и у нас будущий стартапер. Представляем... Ну, давайте начнем с большого эксперимента. Представляем небольшой эксперимент. Марь, ты нам нужен. Сын, ты нам нужен. Привет, Владимир. Ну что, Марьев, надо бы сейчас решить задачку. Алло, надо решить задачку. Я сейчас предложу, на чем будешь решать, ты выберешь. Договорили? Да. Смотри, счеты есть? Да. Счеты есть, смотри, телефон есть, и шаркулятор. На чем будешь решать? На микрофон, нет. Маталья, ты выбираешь телефон, шаркулятор, на чем будешь решать? Опа-на, неожиданно. Высыпание и так происходит каждый день, мы уже вот эти две вещи откладываемся. Это новое столение, и как в груди они такие, и они будут использовать именно это. Собственно говоря, когда мы говорим об этом столении, мы понимаем, что доски, книги и все метафли, связанные с обучением, сейчас, они уже уходят в прошлое. Ну и, собственно говоря, небольшая сцена, потому что она лимбарит. Все, не могу, не могу с ними жить, ничем не заинтересовать. Вот, ну, свои телефоны так и сидят весь день, больше ничего им не нужно. Ну, так, будьте себя с телефона разбирать у них, что ли? Попробуйте. Тебе хорошо говорить, ты не в школе работаешь, а у нас проблемы, даже те, кто хорошо, допустим, у меня на уроке английского говорит, я не думаю, что они будут серьезно работать, делать домашние задания, встретиться с нейтр-спикером. Да, они молчать будут, просто потому что люди, да, сейчас, все потому что люди не учатся, не учатся в телефона. Ну и что, вот, может, ты будешь играть, ну, вот так вот думаю. Вот, например, я в телефоне и сидел, и ничего, приличным человеком говорят, и даже говорю не плохо, даже по-английски не работают. Поэтому, собственно. То есть, ты предлагаешь сейчас вот так взять и этим играм шанс, вот пусть сидят и играют, да? Вот так. Что выбирают? Даем шанс или не даем? Коллеги, хочу от вас ответ. Вот что скажут в своем виде? Даем. Не даю. Пусть играют? Пусть играют. Пусть играют. Пусть играют. Признать свою, знаете, Алену послушаем, Алена, мне кажется, она, ну, против, не зря она здесь связывает, давайте попробуем Алену послушать. Призываем? Да. Пусть играют. Ван дер Сич, кто смотрел Ван дер Сич, знаете, понимаете немножко о чем речь, я думаю, кто не смотрел ничего страшного. Ван дер Сич, это приложение, которое позволяет нам в игровой среде погружать школьников в любой пример. История, ну, в общем-то, все видите. Все видите, любые игровые презентации. Ищем. Ищем. Ищем, да. Смотрите, нам нужен человек, специалист из образования, который хотел бы использовать в игровой реальность. Или я захочусь вам фактологию детям давать? Фактологию в игре давайте интересно. Чтобы погрузить ребенка в какую-то среду, где он поймет в детальный тетрад. Ответ, специалист, историк. Или страновед, или языковед. Йогурт, историк. Учить, как я сказал, да. И не знаю. Если, ну, если, если, да, вернусь, мы с тобой. Спасибо.